всем привет всем привет с вами сегодня буди и enter мы сегодня будем делать обзор на карту и дома 1 rocks это такой тишин который проходил совсем недавно парни на за закончился вот но прежде чем делать обзор мы хотели бы попросить вас если это будет несложно так как мы собираемся дальнейшем сделать продолжение нашей де-фак теории то есть будем обсуждать там работу всякой таких триксов и все остального мы планируем сделать обзор на теорию на гранаты и на всякие баги которые есть если у вас есть какие-то пожелания не знаю что добавить что чем рассказать можете написать комментарии мы чтобы мы не забыли да ну просто какие-то можете от себя вопросы написать обязательно обсудим и ответим так у нас competition представляет собой вот карту то есть сейчас сделаем пробегу посмотрю там будем смотреть демки на вообще как обычно нас значит сказать дают 200 рокетов руки трамп походу у нас тут у нас появляешься сначала ничего не дают если зайти в бог то дают много-много уязвимости и ракет и вот это лево чуть даже белая полоска этот триггер несколько раз пересекать лампочки которые которые за которые можно цепляться прошу не сделано вот здесь у нас стандартная принципе комнаты такие загонить из лампочки везде все это естественно приз происходит на скорости в принципе лампочки особо не мешают хоть и хоть они и брашами так что вроде нормально но единственное не очень яркие как они это финиша до дойду ну все что здесь есть есть такая большая яма с теми же лампочками причем эти лампочки вот эта квадратная лампочка есть принципе с прыжка все допрыгивается и здесь я с ошибаюсь может быть роб или нету не нет но 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 текстуры тут на карте обувь нет вообще бежим-бежим два пических препятствий или коробки два купеческих метра здесь вот если будете так как ракетами все это будет ввязаться от стен то они представляют себе препятствие как и на потолке эти лампочки в которые можно стыкаться постоянно есть у нас выемки такие стенах получаются не здесь в них нельзя залезть залезть нельзя на рокеты в них улетают и это представляет собой большую проблему то есть не просто вот так вот ракета мастер лица можно да надо будет корректировать свой угол чтобы стрелять не точно посередине а и либо ниже либо выше но лучше выше как я понимаю еще одни квадратные лампочки мафия оказался ленивый не до сжал прикольные столбы обы пуск из значит совсем такая рампа тут какие-то называется то платформах но тебя платформы в котором тоже как можно прыгать здесь мешающие выступ такой стены надо действительно мешающие кстати куча всяких выемок и длинная карта получается а вот сюда кстати можно и вот вот это действительно представляет собой проблему потому что получается что к стене нельзя прижиматься потому что он именно вот на этом уровне то есть если ты просто прыгаешь ну стандартно так скажем подрезаешь туда и тут проблема с рокетом которые стены не впитают да и тут скорость сразу ситираешь ну в общем если туда залетел то сразу фэйл то есть ты все ты ты не прошел ну прошел конечно потом ты можешь пройти отправить эту демку как лучше не надо и еще момент это сделай рокет джамп рокет джамп сделай и лети назад вот вот на финиш летит то есть просто руки джампом да смотри маппер не натянул до конца триггер и как я мог успели как я мог насколько я мог успеть собрать комментарии по этой карте пока он проходил competition этот очень многие об это ковну теряли на этом на то что это мешает ну в общем то маппер если ты смотришь хоть ты не русский научись мопить чувак да по карте здесь не мешало маленькие правки там типа клип добавить например вот эти дырки в пункт липтом лампочки некоторые закрепить а так карта пока вроде неплохая быстрее пойду потом будем буду показывать то и прохождение крутое надо в принципе то маппер мог бы добавить пару клипов но он сделал попроще насколько я знаю эта карта была изначально с трейфом и он видимо просто выдал рокет по старте и больше ничего не менял да ну примерно в принципе от стены до стены грубо говоря так и проходится и вот этот фэйл enter очень удачно садим вот упал ну ты как бы стандартная можно сказать дорожка сейчас было просто без особой идеи но тут а в принципе без особой идеи просто стреляешь и стреляешь карта достаточно прямолинейно так давай ты заходи выше все пройдешь ну да тут вариантов в принципе немного не пробовал от задней стены делать boost нет да не совсем удобно ну покрайней верно я тоже попробовал потом забил в принципе можно тут надо его очень хорошо делать чтобы от него был толк я не знаю что комментировать но это не по дорожка конечно ну в общем то сейчас пару нюансов вот здесь обязательно надо делать с кем вот этой стены чтобы скорость максимально сохранить то есть надо прыгнуть перед ней далее я кидал rocket jump чтобы вот здесь за скимить но это все в демке подробнее увидите они будут тут выдрачивать в принципе тут тоже со скимом и от этой стены вот сюда и здесь я попадал на рампу и мне очень в принципе везло в том плане что на большой скорости на него попадаю я подлетаю высоко я могу просто рокетами по стене по верху себя протолкать и не участвовать вот в этом вот беспределе в принципе ну и дальше у кого завершающий за финишная прямая обзор какой-то скучный получается рассказать карту такая достаточно дается куча рокетов дается вам в это время и вы должны рокетами от всего что чего можно стрелять стрелять и как можно больше скорости набирать в дальнейшем если вы там не играете полчаса или чуть больше то вы уже рассчитываете стены в которые вы можете стрелять этими рокетами можете там ну да то есть уже дорожка строится у вас и в принципе полегче становится немножко я могу в принципе чуть про свою дорожку за секунду рассказать давай 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 потом дымки глянем густом дальше я заметил то что ты и ты вот здесь сделал boost от пола немножко по-другому делал я здесь полете стрелял рокетом отсюда и вот здесь это же пуст то есть я одна получается рокет больше использовал ну да да по сути а нет 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 у тебя просто у тебя просто получается траектория более квадрата траектория больше и в результате дольше больше я не сделал boost прыжок вот от этой стены в полете получался я отстрелился дальше у меня были варианты либо здесь как ты рокет наперед кидать либо вот ну в зависимости от траектории я либо вот так вот как-то летел я рокетом здесь оставлял либо здесь сделал boost вот ибо мог уроки под себя чуть раньше стрельнуть ее от него потом вот здесь где-то еще ракет ну в общем какие-то такие три варианта были дальше о о тому как я летел здесь на разную высоту подлетала и здесь я старался рокетом вот где-то вот в этом месте стрелять потому что потому что если я просто лечу вперед на скорость это тот или больше то есть я втыкаюсь и теряю очень много скорости а если я вот перед этим поворотом здесь мудрюсь как нибудь стрельнуть и завернуть в идеале вообще устануть очень много скорости сохранял этом повороте дальше у меня к сожалению отобрали здесь здесь есть включить нет нету ну без руки сюда здесь или рокет наперед как-то или зависимости от высоты здесь по-моему рокет из но рж делал вы прилетите трампа чтобы она меня скорость не скидывала дальше вот здесь очень неудобно самом деле поворот и не старался всегда получалось куда-то вот сюда вот в эту стенку рокет напульнуть ну и вот эта рампа скорость мне добавляла ну дальше может еще одну сюда здесь где-то или перед поворотом пустить или после поворота пустить enter везде хочет пустить да 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 пустить 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 здесь полете рокет вот валют шусти дальше очень неудобно такое расположение я пробовал как дорожки снизу так дорожки сверху знаете получилось что сверху она выгоднее то есть ну да из-за вот этой рампы как бы скажу если team и в 10 где-то делаем руки джамп то мы об это рампа не снижаем скорости теряем то есть я в полете где-то здесь сделал ракет джамп с кеме вот этот уголок летала насквозь обычно иногда вот здесь это же делал иногда попадал в эту рампу поделать ну там пускай в момент спейсинга на дальше отстрел от этой стенки чтобы вот этот уголок не зацепить раньше здесь получалось я или в рампу как вот будем врезался или вот чуть дальше чуть дальше вроде как брампа скорость не сбрасывается на здесь сложнее со стенкой я вроде приземлялся сюда умудрялся как-то вот в эту стенку нормально выстрелить и подлетал вверх и дальше рокет-рокет-рокет-рокет и от левой стенки тоже надо бы рокет я выполнить то есть каким вот образом я проходил да в общем много рокетов по всей стены все что только можно да но типичный рокет ран так скажем в принципе ну да наверное начнем смотреть дамочки и у нас это на 168 168 варкап есть инвалидные демки одна инвалидная демка посмотрим ее самом конце 14 цпм домики 8 выку 3 начнем как всегда свыку 3 и 1 у нас хас россии урал play 41 и 5 это очень длинный тайм по моему не знаешь что тут да да не знаю что тут можно делать 40 секунд ну начало кстати в принципе очень даже бодренькая выку 3 наверно приветствовался такое такая система прохождения как вижу стену стреляя в них потому что не не знаю как пинг-понг от стены к стене в принципе ну как смог проходит как мог придло в нот конец если бы поймал ракету было бы очень хорошо 53 секунды вот как раз рынки в этих стенах можно было побыстрее как-либо отца ну давай мужик дэл рашин тридцать восемь и три уже на три секунды быстрее уже сейчас увидим вот этот тот самый русский уровень он даже написано у него там параметр country как бы страна по идее у него даже написано что он не не россия русский сейчас силушку богатырскую то ну кстати очень даже да очень даже хорошее уже не от стены к стене просто уже более сформированная дорожка то есть знал куда стрелять зачем стрелять здесь не стреляла потому что его скорее всего от стены откидывала как игроки в ку-3 подпредят в принципе это нелегко стрелять чтобы как обратно к стене прижала он надо перед ее касанием уже на четыре секунды быстрее вот она вот вот здесь мы сейчас наверно увидим надо было тоже попробовать в уку-3 по проходить подробнее рассказал про дорожку и про стрелять в принципе все правильно делает максимально обходит рампы которые расположены как бы вверх максимально вообще не не соприкасается с рампами это очень правило лучшего стенки и зала не больше скоростью дает ну возможно так было как-то полегче может боялся этих стенок как раз таки из-за вот этого углубления на целый фрейм на фрейм делега до плей целый фрейм посмотрим в чем же отличие этого фрейма вот где собака-то зарыта вот где фрейм-то у нас потерялся это видимо этот фрейм на пополам просто разделил по 0 4 вот на три части он фрейм разделил ну хотя вот в принципе по моему как-то слушай ну побыстрее по ему да 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 сначала видимо в начале небольшой затуп а в конце очень даже хорошо пару раз на поворотах ну да нюк а нет не нюк следующий хулиган игрокам play на секунду быстрее чем следующая дорожка проходил в онлайне в принципе начало очень даже хорошее в дальнейшем тоже в принципе вот единственная рампа бы ему вот это перелететь надо да конец вот финиш ну как бы прямую так скажем очень хорошо залетел сохранил максимум в принципе скорости и вот и вот этот вот максимум скорости который он сохранил то есть он проходил там в конце перед поворотом в наверху как все пони понюзу скакали по рампе хулиган проходил по верху и за счет этого меня пожалуйста плюс секунды так следующий нюк по себе тридцать один и девять play уже на полторы да на полторы секунды быстрее нюк в принципе очень технично очень-очень хорошая идея и опять два рокета очень хорошо словил ну да нет земной дачи плюс как бы дал этом но тут такая карта кстати да то есть при хорошем расположении она располагает вот сама по себе что запусти меня сюда рокет запустили туда руки то есть как бы так такой момент есть следующий интер 30 по еще на полторы секунды быстрее сокамерник так скажем энтера какой камерник сокламывается сокамерник андет мертвы надо возродить андет клан я буду стоять у истоков ну в принципе да сразу блин попал вот ты видел этот рокет в дырку который попал но несмотря на за фейлины 12x winter достаточно хорошо бодренько прошел так следующий вуде топ-1 что-то не рассказал провока 3 дорожку смысле сейчас посмотрим ладно play насколько на 2 и но на две с половиной до грубо говоря секунды я старался от всех 2x было где-нибудь да 700 так у правой стенки прошел ноги стен очень взял ну да как как уж смог все что можно было в цпм достаточно там хардова это все получается потому что плюс вот эти дырки еще в стенах они очень мешают для в цпм если еще можно как-то маневрировать как бы выку 3 это посложнее так следующий двадцать восемь и три раз пумби дашь букву чиноверна раз кумбить антре херни известной страны play а цена рост возможно россии но скорее все ну неплохо кстати сразу в дыр надо было чуть-чуть почаще ракет нарезать но какие-то очень такие плавные движения он как будто вес в молодости прям у веспы же тоже все так это ну кого-то знаешь как по-немастоящему как бы ну так в целом неплохо старайся лучше что можно сказать b4b россия ой какая россия да все правильно и фаби бабы по мастерс его еще называют в народе чувак с очень большим сенсом да ну в целом кстати я думаю он мог бы сделать 21 если бы не в конце не запнулся надо и на рампе рампе ну да ну вторая рампа ладно там принципе следующий давай на 500 побыстрее чем у паба в целом я думаю там просто пару рокетов будет по поточнее да кстати от левой стенки моделька орб залетал сразу следующую комнату как без посредников так скажем скорость в целом побыстрее и вообще в целом все движения почетче и сенс сразу видно поменьше да да вот это как раз стадия скилла я ее хорошо помню когда ты вроде как можешь плавненько все хорошо пройти но ты не можешь как бы лишний раз рисковать то есть если кидаешь какой-то еще рокет у тебя все рушится просто и вот ну так бывает следующий l россия play по цене 456 на 800 нас да на 800 нет или не на 8 ну в общем-то о-о-о-о дерзко тоже проходил без посредников данный ответ думаю он так и хотел но в ту рампу по крайней мере ну в целом не горишь а там по-другому не пройдешь если то есть если ты делаешь jump на вот этой платформе которая повыше ты хоть как за задеваешь рампу поэтому я думаю надо было платформы уже делать ну вот скорее всего говорю было так задумано так хулиган шоу ган 24 плей хулиган кстати очень старый игрок и очень интересно почему у него не растет скилл хотя он вроде как играет очень даже стабильно очень даже как то он когда триггер пропустил у меня показывает то что она на две секунды быстрее на лето я пропустил что ли она не знаю у меня вроде как все нормально по чекам но в целом в целом хорошо хулиган а это mdf все я я же в онлайне следующие 21 и 248 альмера россия москва ниссан альмера сейчас прокатится по карте фидом 1 rocks посмотрим очень хорошо вторая ракет получился да ну в остальном класса стреляет ракетами постоянно моя школа что и да ну очень очень хорошо я думаю что альмера будущий кандидат в топ он все-таки сделал прыжок на рампе на большой и это можно было быстрее так следующий зуме украина зуме тоже очень старый игрок вот объявился на этом варкапе бывший клан у него б.г. который распался enter его знает наверно короткой дорожки без посредников но в целом уроки то очень четки так далее неплохо прошел в принципе основных таких косяков и не заметил мало что могу наверно дорожка сказать одна следующая демка зельгада россия москва 27 ну у зуме очень четкие уроки ты были в принципе мне понравилось учитывая что то что он был очень долгое время в инактиве насколько я понял очень даже хорошо под себя шкура не словил что снизу он потерял много скорости и об эту рампу тоже ну да под себяшки очень даже неплохие залетели бигант 23 по пуста оба запах да ну очень неплохо почти надо было уже делать об уголок и меньше бы скорости потерял начала хорошие до рампы потом как-то расслабился и фио просекать екатеринбург на сотку побыстрее посмотрим начинал ли тоже он с гб начал начал без гб и значит я так подозреваю в конце он выиграл в эту сотку вот рокеты хорошо завернул да 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 вот вот она сотка здесь в принципе я даже думаю что он мог бы побольше будь у него начало получше следующий юбе 19 4 вышел за 20 секунд единственный тайм за 19 секунд да ну интересно лишнего не стреляет в принципе под себяшка не зашла ну в целом очень даже быстро смотрится молодец я не знаю насколько это было правильно стрелять рокетом около рампы стену и потом делать дабл джамп на рампе она очень много скорости сбила мне кажется если бы он сделал rg в пол он бы больше скорости сохранил там это конечно да но я тоже пробовал вот таким способом проходить в принципе иногда очень выгодно получалось но это сложно там надо как-то гб в общем то делать но то есть тене и чтобы и без джампа даже на рампе то есть там чуть-чуть буквально ну там сложно следующий ивук хентай 18 секунд лэй знакомые слова ивук или что это ивук левой стены плюс 72 короткий заворот плохое начало хорошие под себяшки и стены что можно заскинул хорошо упал в принципе ну да очень даже быстро и я ха 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 говорит нам следующий турнир play быстро прошел ну да на сколько на 4 фрейма побыстрее на 3 сначала с гб начала медленнее значит он в дальнейшем переборол своего оппонента за счет более четких рокетов я так понимаю ну что турнир тоже уже здесь он сделает же и от второй стены если бы чуть почетче был поворот да 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 бы еще быстрее если бы почетче было получше начало он бы я думаю сделал 18 около 17 я так подписываю следующий буди первое место на две секунды ровно play с посмотрим что там хорошего сделал ну у меня был еще плюс плюс 200 наверно точно было еще так что это не предел секунду быстрее меня я по чуть-чуть и по 200 ну так то есть но у меня там была возможность улучшить еще но я не успел просто банально не успел то есть там короче разгону чуть помедленнее мку давай сколько там скил 0 5 секунду . 5 так давай play я немножко видоизменял дорожку и находил плюсы там по плюс 200 было тысячи сто пусто пола завернул принципе хорошо получилось до получше вот из него мне кажется было чуть быстрее да да вот я без даблджампа без этого как раз проходил в дальнейшем но не успел там уголок хорошо повернул есть как раз тоже почти в пол сделал парад прошел мимо это рампы и все стены что можно и смайлик так таймскил верную единичку и что инвалидная дымка за пьем 7 ой неправильные настройки у него начало кстати интересное достаточно залом так ну да была возможность в топе поселиться но это в принципе то почетно извините меня 15 человек почти от ну было бы ну общую таблицу наверно так да сейчас надо аль таблица показать общую таблицу вот в принципе сайте видно таблица они теперь не кликаются тайм и отжи стал наверно делать но в принципе все рынки можно скачать есть архив потом проходил с 11 по 18 марта от того года и сейчас стартовал новый и шин 169 по карте rocket launcher называется даже сочный достаточно интересный такой rocket run чик я думаю можно как выпутри таких cpm поиграть и enter наверно правит это не дает пустых обещаний все всем спасибо за просмотр всем удачи всем спасибо всем пока пока